Беседа к упрекавшим за обширность вступления и о том, что терпеть упреки полезно. Некоторые из любезных наших слушателей стали упрекать нас за то, что мы очень распространяем вступление своих поучений. А справедливо или несправедливо стали упрекать, это узнаете вы тогда, как выслушаете наше оправдание и затем произнесете суд, как бы во всенародном судилище. Я, со своей стороны, еще не входя в объяснение этого дела, приношу им благодарность за упреки, потому что эти упреки происходят от доброго, а не от злого расположения. А я могу сказать о себе, что люблю любящего меня не тогда только, как он хвалит, но и когда упрекает меня и исправляет. Хвалить без разбора все доброе и худое, свойственно не другу, но листицу и насмешнику. Напротив, хвалить за доброе дело и упрекать за проступок – вот долг друга и доброжелателя. И чтобы вам увериться, что без разбора хвалить все и прославлять за все свойственно не другу, но обманщику, вот что говорит Бог. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и пусть стезей твоих испортили. Исайя 3.12 Итак, не люблю врага и тогда, как он хвалит меня. Люблю друга и когда он упрекает. Тот хоть и целует меня – противен, этот хоть и уязвляет меня – любезен. Поцелуй того подозрителен, рано от этого есть признак заботливости в обо мне. Поэтому некто и говорит – искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Трича 27.6 Что говоришь? Раны лучше поцелуев? Да, говорит. Потому что смотрю не на качество того, что делается, но на расположение делающих. Хочешь узнать, как это? Лусь облабызал господа Иуда. Но его лабзание проникнуто было предательством. В его устах скрывался яд. Его язык полон был лукавства. Уязвил Павел Каринского развратника, но зато и спас. А как скажешь – уязвил? Предавший его сатане. Предайте, говорит, такого сатане во измождение плоти. Для чего? Чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса. Видел ты раны спасительные? Видел лабзание предательское? Вот поэтому-то искренне укоризны от любящих и лживы поцелуи ненавидящих. Это мы смотрим не только на людях, но и на Боге и на дьяволе. Тот – друг, а этот – враг. Тот – спаситель и промыслитель, а этот – обольститель и зло-желатель. Но этот облабызал некогда, а тот – уязвил. Как же этот облабызал, а тот – уязвил? Один сказал – будете как боги, а другой – земля ты и в землю возвратишься. Кто же принес больше пользы? Тот ли, который сказал – будете как боги, или тот, который сказал – земля ты и в землю отойдешь? Один грозил смертью, другой обещал бессмертие. Но обещавший бессмертие выгнал и из рая. А грозивший смертью возел на небо. Видишь, что лучше укоризны от любящего, чем поцелуи от лживого ненавидящего. Поэтому я, и не входя в объяснение, благодарю упрекающих. Они правильно или неправильно упрекают, делают это не с тем, чтобы посрамить, но чтобы исправить. Напротив, враги, если и справедливо упрекают, то упрекают не с тем, чтобы исправить, но чтобы обесславить. Первые, следовательно, похвалуи хотят сделать хвалимого более совершенным. А последние, если и хвалят, стараются через это уронить. Впрочем, как бы упрек не происходил, великое благо иметь силу терпеть упреки и обличения, а не раздражаться. Ненавидящее обличение, сказано, безумен, внезапно сокрушится. Притча 12.1. Не сказано, такие или такие обличения, но просто обличение. В самом деле, если друг обличил тебя справедливо, исправ грех, если же он упрекнул без основания, так похвали его за намерение, одобрить цель, поблагодари за дружбу. Этот упрек происходит от крепкой дружбы. Не будем же огорчать, когда нас обличают. Весьма много добра для жизни нашей произойдет от того, если все мы будем и обличать согрешающих, и сами легко переносить обличение в грехах. Что лекарство для ран, то обличение для грехов. Значит, как отвергающее лекарство неразумен, так и не принимающее обличение безрассуден. Но многие часто раздражаются, думая про себя и говоря, мне ли умному и образованному терпеть от такого-то? А того не знает, что это самое доказывает крайне и излупость. Видел, говорит ты, человека мудрого в глазах его, на глупого больше надежды, нежели на него. Поэтому и Павел говорит, не мудрствуете о себе. Сколько не умен ты, сколько не проницателен в добре, но ты, человека, имеешь нужду в советнике. Один Бог ни в чем не нуждается. Он один не имеет нужды и в советнике. Почему об нем одном и говорится. Кто познал разум Господний, или кто был советником ему. Римлянам 11.34. А мы, люди, как бы умны не были, тысячекратно подвергаемся упрекам, и этим обличается слабость нашей природы. Не может все быть в человеке, потому что не бессмертен Сын Человеческий. Стирахов 17.28. Что светлее Солнца? Однако же оно затмевается. Как этот солнечный ясный свет, этот блестящий луч закрывает наступившая тьма, так часто и на наш ум, сияющий, светящий, как бы в самый полдень, находит глупость и затемняет его. И вот умный не видит дело, а кто и глупее его, тот видит дело лучше его. А так бывает для того, чтобы и умный не гордился, и простой человек не почитал себя несчастным. Великое благо быть в состоянии сносить обличение. Великое благо уметь обличать. Это последний признак величайшей заботливости о ближнем. Но вот мы, если увидим, что у кого-либо туника, это исподнее платье, свалилось с плеч или другая одежда лежит худо, замечаем ему это и поправляем. А если увидим, что у него жизнь развращенная, то не выроним ни слова. Если увидим, что он ведет позорную жизнь, то проходим мимо. Между тем худое положение одежды только смешно, а греховное состояние души опасно и бедственно. Ты видишь, скажи мне, что брат твой стремится в пропасть, живет небрежно, не смотрит ни на что следует, и не подаешь руки, не поднимаешь падшего, не упрекаешь и не обличаешь, но думаешь, что лучше не огорчить и не беспокоить его, чем позаботиться о его спасении. Какое же получишь ты от Бога снисхождение и прощение? Не слышал ли ты, что Бог иудеям повелевал не оставлять без попечения рабочий скот, даже врагов, когда он блуждает, и не проходить мимо его, когда он упал? Исход 23.4, старозаконие 22.1. Так иудеям повелевается не оставлять без попечения животных вражеских. А мы не заботимся о душах братьев, которые падают каждый день. Как же не крайне ли это жестокость и зверство не прилагать о людях и такой заботливости, какую они иудеи обессловесных? Это-то и привело в беспорядок все, это-то и испортило нашу жизнь, что мы и сами не сносим великодушно обличений, и других не хотим обличать. Мы потому и тяжки для других со своими обличениями, что сами раздражаемся, когда нас обличают. Если бы брат твой узнал, что, обличив тебя, он похвален тобою, то и сам отплатил бы тем же тебе, когда бы ты стал обличать его. 123. Хочешь знать, что хотя бы ты был весьма умен, весьма совершен и взошел на самую высоту добродетели, однако ж имеешь нужду в советнике, исправителе и обличителе. Выслушай древнюю историю. Не было ничего равного Моисею. Он был сказан кроток более всех человеков. Число 12.3. Друг Богу, обогащен мирской мудростью, исполнен духовного знания. И вот Моисей, посвящен всю мудрость египетскую, видит, что его образование было совершенно, и был силен Моисей в слове и в иной добродетели. Но выслушай другое свидетельство. С многими, сказано пророками, беседовал Бог, но ни с одним не беседовал так, с другими посредством гаданий и снов, а с Моисеем лицом к лицу. Второзаконие 3.4.10. Какое еще нужно тебе свидетельство о его, Моисея, добродетели? Более важно этого. Когда владыка всех беседует с рабом, как с другом. Итак, Моисей был мудр и по внешнему, и по внутреннему образованию. Был силен в слове и в деле. Повелевал в самой природе, потому что был другом Господа природы. Вывел из Египта столь великий народ. Разделил море и опять соединил его. Словом, явило через Моисея чудо новое. В первый раз тогда увидело солнце, как через море не переплывает, но переходит. Как по глубине морской переправляется не на веслах и судах, а на конях. И однако ж этот мудрый, сильный в слове и в деле друг Бога, повелевавший в природе, сделавший столько чудес, не понял дела весьма понятного для большей части людей. А тесть его, человек, необразованный и простой, поняла это и показал. Сам же Моисей не дошел до него. Какое же это дело? Послушайте и узнаете, что всякий, будь он равен Моисею, имеет нужду советники. И что вещи, укрывающиеся от великих и важных людей, часто не укрываются от малых и простых. Когда Моисей вышел из Египта и был в пустыне, то стояли перед ним все люди. Исход 18.13. И он решал жалобы всех, у кого только была ссора друг с другом. Увидевши, что он так делает, есть его Яфор, человек необразованный, живший в пустыне, не знавший ни законов, ни правил общежития, напротив, живший в нечестии. А какое может быть более этого сильное доказательство невежества, ведь нет ничего безумнее язычников. Однако ж этот иноплеменник, нечестивец и невежда, увидевший, что Моисей делает не так, поправил его, мудрого и разумного и друга Божия, сказав, почему они предстоят пред тобою. И узнав причину, он говорит Моисею, неправильно делаешь. И совет сукаризны, и однако ж Моисей не раздражился. Нет, терпеливо снес этот мудрый, разумный и друг Божий, начальствовавший над столькими тысячами. Ведь и это немаловажно, что его учил человек необразованный и простой, и не надмили его ни чудеса им совершенные, ни великая власть, и не постудился он того, что его поправляли при подчиненных. Нет, подумав, что хотя он и совершил великие знамения, однако ж имеет человеческую природу, от которой часто укрывается многое, он скромно принял совет. А многие, чтобы не показать, что они нуждаются в совете, нередко скорее решаются лишиться пользы, ожидаемые от совета, нежели принять в разумлении и исправить грехи. Лучше хотят оставаться в невежестве, чем поучиться. О том не рассуждается, что не учение, а не знание позорно, что унизительно не учиться, а оставаться в невежестве, не обличением подвергаться, а грешить без исправления. Ведь может, точно может и человек малый и простой найтись в ином деле, в котором часто не найдется умный и великий. Знай это, Моисей со всей скромностью слушал своего тестя, когда он советовал и говорил Исход 18.21. Ты усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками и письмоводителями. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Услышав это, Моисей не устыдился, не покраснел, не посовестился подчиненных, не сказал про себя, меня станут презирать подчиненные, если я начальник буду учиться у другого тому, что мне делать? Напротив, он послушался и исполнил приказания, и не посыдился он не только своих современников, но и нас, потомков, напротив, как бы красуясь данным ему от тесте вразумлением, не только тогдашних людей, но и живших после него доселе. И тех, которые во всей вселенной будут жить, речь до пришествия Христова, научил через Писание тому, что сам он не мог усмотреть, что следовало ему делать, и тому, что принял совет от тесте. А мы, если увидим, что есть сторонний человек, при том, как нас обличают и исправляют, приходим в замешательство, выходим из себя, думаем, что мы уже пропали. Не так, Моисей, нет, видя пред собой столько тысяч современников, а лучше сказать, столько тысяч живших на всей земле после него доселе, не постыдился, но всем каждодневно возвещая через Писание, что чего сам он не усмотрел, то усмотрел песть его. Для чего же он сделал так, и это происшествие придал памяти, чтобы нам внушить? Никогда высоко не думать о себе, хотя бы мы были умнее всех, и не гнушаться советами других, хотя бы они были хуже всех. Так, если кто, будь даже слуга, посоветует что-либо доброе, прими совет, но если что-либо вредное, будь он человек самого высокого сана. А три не внушения, потому что везде должно смотреть не на качество советующих лиц, но на самое свойство совета. Так поступил и Моисей, и этим учит нас не стыдиться обличений, хотя бы при том был весь народ. Вот отличие самое важное, вот великая честь, вот слава самого высокого любомудрия, великодушно терпеть обличение. Не так теперь хвалим и прославляем Иофора за то, что он вразумил Моисея, как удивляемся этому святому за то, что он и не постыдился в разумлении при столь многих свидетелях и предал память это событие, показав во всем этом свое любомудрие и что совершенно пренебрег мнением толпы. 125. Но желая оправдаться в обширности вступлений, мы опять сделали большое вступление. Впрочем, не без причины и не без намерения, а потому что рассуждали с вами о самых важных и необходимых предметах, о том, чтобы нам великодушно терпеть обличение, чтобы ревностно обличать и исправлять согрешающих. Нужно же наконец представить оправдание в обширности вступлений и сказать, для чего делаем длинные вступления. Для чего же делаем это? Мы беседуем с таким множеством слушателей, с людьми, у которых есть жены, которые управляют домами, проводят жизнь в ежедневной работе, в делах мирских. И худо не это одно, что они непрестанно заняты, но и то еще, что приходят сюда к нам только однажды в неделю. Итак, чтобы наши слова были им удобо вразумительны, мы стараемся наше учение сделать яснее посредством вступлений. Кто не имеет никакого дела, но постоянно занимается писанием, тому не нужны вступления, не нужно приготовления. Нет, он лишь только услышит говорящего, понимает смысл речи. Но человек, большую часть времени проводящий в делах мирских, а сюда приходящий на малое и краткое время, если не выслушает вступление, если не увидит, что ему со всех сторон наперед открыт путь к слову, выйдет отсюда без всякой пользы. Впрочем, не это только причина и обширности наших вступлений, есть и другая, не менее важная причина. Из этого множество слушателей одни приходят, а другие часто не приходят. Итак, необходимо пришедших похвалить, а не пришедших побронить, чтобы те от похвал стали еще усерднее, а эти из-за упреков бросили леность. Есть еще причины, по которой вступления нужны для всех. Мы часто берем для беседы предмет довольно обширный, такой, которого невозможно довести до конца в один день. Напротив, нам бывает нужен и второй, и третий, и четвертый день для изъяснения того же самого предмета. Поэтому, надо бы и в этот второй день повторить конец прежнего поучения, чтобы через такое соединение, конца с началом, сделать исследование яснее для присутствующих. И чтобы слово, лишенное связи с предыдущим, не было темно для слушателей. И чтобы увериться тебе, что слово без вступления, никому не будет понятно. Вот я для опыта представляю теперь слово без вступления. Возрев на него Иисус сказал, ты, Симон, сын Ионин, наречешься Кифа, что значит Петр. Видите? Понимаете ли вы это изречение? Знаете ли связь и причину, почему оно сказано? Это от того, что я предложил это изречение без вступления. И поступил так же, если бы кто вывел на зрелище человека, закрытого со всех сторон. Откроем же его, давшее ему вступление. Недавно было здесь у нас слово о Павле, когда мы беседовали об именах, исследовали, почему он некогда назывался Савлом, а потом назван Павлом. Отсюда перешли мы к древней истории и пересмотрели всех, имевших прозвание. Потом тут же вспомнили и о Симоне, и о Христовых словах, сказанных ему, ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит Петр. Видишь, как незадолго казавшееся непонятным, стало теперь и понятнее. Точно как телу нужна голова, дереву корень и реке источник, так и слову вступление. Итак, когда мы поставили вас на начало того же пути и показали связь настоящей беседы с предыдущими, то займемся уже самым вступлением истории о Павле. Саву же, дыша угрозами и убийством на учеников Господа. А в посланиях называется он Павлом. Для чего же Святый Дух переменил ему имя? Как господин, купив раба и желая показать ему свою власть над ним, переменяет ему имя? Так и Святый Дух сделал тогда. Он взял Павла в плен, и этот недавно еще поступил под власть Святого Духа, который поэтому переменил ему имя, чтобы он из этого узнал новую власть над собою. Что на речении имен есть знак власти, это весьма ясно видно и из того, что мы делаем. Но еще и с ней будет из того, что Бог сделал с Адамом. Желая вразумить его, что он царь и владыка всего, Бог привел к нему всех зверей, чтобы увидеть, как он назовет их, чему показал, что на речении имен служат подтверждением власти. Если же хотите видеть это и у людей, и знать, что берущие рабов из плена часто переменяют им имена, послушайте, что сделал Вавилонский царь. Он, взявши из плена на Аню, Азарию, Месаила, не оставил их при прежних именах, но назвался Драхом, Месагом и Авденага. Но почему Дух Святой переименовал Павла не тотчас, а спустя долгое время? Потому что если бы переименовал его тотчас после его обращения, не сделалась бы явная перемена с Павлом и обращение к вере. Напротив, что случается с рабами, то есть что они как убегут и тотчас же переменят свои имена, так и становятся неизвестными. То же было бы и с Павлом, если бы он переименован был тотчас, как оставил иудеев, и пришел к нам, никто не узнал бы, что он гонитель, стал евангелистом. А знать, что он гонитель и сделал с апостолом, было весьма важно. Это-то и смиряло иудеев, что они видели, как учитель, стоявший за них, стал против них. И так, чтобы внезапная перемена имени не скрыла перемены воли, Святой Дух попускает Павлу долго носить прежнее имя. Пусть когда узнает все, что это тот, который прежде гнал церковь, пусть тогда уже, как это будет известно всем, переменит он и имя. А что это настоящая причина, послушай, как он сам говорит. И прошел в страны Сирии и Киликии. Лично им я не был знаком, но только церквам иудейским в Палестине. Галатам 1.21. Если же он не был известен церквам, бывшим в Палестине, где он жил, тем более бывшим в других местах, и был незнаком лично, говорит, а не именем, почему не знали его лицом к лицу, потому что никто из верующих не смел и видеть его, когда он преследовал нас. Так он дышал убийством, такого исполнен был неистовство. Потому если куда он приходил, все удалялись, все убегали, и не осмеливались и взглянуть на него, так он свирепствовал против верующих. Они, верующие, только слышали, что тот, кто некогда гнал нас, теперь благовествует веру, которую прежде истреблял. Итак, поскольку христиане палестинские лично не знали Павла, а только слышали о нем, то если бы ему тотчас переменено было имя, и слышавшие не узнали бы, что тот, кто гнал веру, проповедует, так как они знали, что Павел прежде назывался Савлом, то если бы он тотчас по обращению назван был Павлом, и затем кто-либо возвестил им, что проповедует Павел, гнавший церковь, они не узнали бы, что это именно он, от того, что он назывался не Павлом, а Савлом. Вот почему Святой Дух оставил его долго носить прежнее имя, чтобы он сделался известен всем верующим, даже отдаленным и не видавшим его. 128. Итак, достаточно показано, для чего Павлу не тотчас переменено имя. Теперь надо бы обратиться к самому началу слова. Савл же еще, дыша угрозами и убийством носильников Господа. Что значит еще? Что такое он сделал прежде, что Евангелист Лука говорит еще? Это еще указывает на человека, который прежде сделал много зла. Что же он сделал? А какого, скажи мне, зла он не сделал? Наполнил Иерусалим кровью, умерщвляя верующих, разорял церковь, преследовал апостолов, убил Стефана, не щадил ни мужей, ни жен. Послушай, что говорит ученик его. Савл же терзал церковь, входя в домы, влача мужчин и женщин. Для него мало было торжища? Нет, он вторгался и в домы. Входил в домы, говорит, и не сказал ей писатель, уводил, или вторгал мужей и жен, но влачил мужей и жен. Как будто бы говорил о звере. Влачил мужчин и женщин, не только мужей, но и жен. Он не стыдился и природы, не щадил и пола, не трогался и слабостью. А делал он это по ревности, а не по своей слепой ярости. Поэтому иудеи, делавшие это же, достойно осуждения. А он, хотя делал тоже, заслуживает прощения. Те самыми делами своими доказали, что они делали это для чести и славы от народа. Он не для этого, но из ревности по Боге, хоть и без рассуждения. Оттого те жен оставляли в покое, а восставали на мужей, потому что видели, что на этих перешла честь их, иудеев. А Павел, так как движим был ревностью, восставал на всех. Итак, представив все это в уме и видя, что Павел еще не насытился, Лукас сказал, сал за счет, дыша угрозами и убийством на учеников Господа. Не насытило его убиение Стефана, не удовлетворило его желание преследования церкви. Нет, он стремился далее и нигде не останавливался в неистости, потому что это была ревность. Нет, он только что возвратился от убиения Стефана, как и начал преследовать апостолов, и поступил точно как, как если бы свирепый волк, напав на стадо овец, схватил оттуда ивненка и растерзал его своими зубами, и от этого похищения сделался еще свирепее. Так и Саул напал на лик апостольский, схватил оттуда агнца Христова Стефана, растерзал его, и от этого убийства сделался еще свирепее. Вот почему сказано еще Кого бы не насытило это убийство, кого бы не усмирила кротость убиваемого и молитва, которую он побиваемый камнями возносил за побивающих Господи, не вмини им греха сего. Вот почему гонитель взялся благовестником. Вскоре по убиению Стефана он переменился. Бог услышал голос того. И точно, Стефан заслуживал быть услышанным как за будущую добродетель Павла, так и за свое собственное исповедание Господи, не вминим греха сего. Пусть слышат это все, у кого есть враги, все, кого обижают. Хоть бы ты потерпел тысячу оскорблений, но еще не побит камнями, как Стефан. И смотри, что делается. Один источник Стефанов заграждался, и открывался другой, который выпускал из себя тысячи рек. Умолкли Стефанова уста, и тотчас раздалась Павлова труба. Так Бог никогда совершенно не оставляет прибегающих к нему, но сам дает им большие дары, нежели какие отнимают у них враги. В самом деле, не такого воина враги исторгли из воинства христианского, какого места его поставил Христос. Сал же еще, это еще указывает и на нечто другое, именно на то, что Христос привлек его к себе тогда, как он еще неистовствовал, еще свирепствовал, был еще в полной силе ярости, еще дышал убийством. Не подождал, пока прекратится болезнь, потухнет страсть и усмирится этот свирепый, и потом уже привлек его к себе бы. Нет, взял его в самом жару его неистовства, чтобы показать свою силу, той, что он побеждает и одолевает гонителя в самом полном его опьянении, когда еще пылала в нем ярость. И врачу мы удивляемся особенно тогда, когда он сумеет потушить и совершенно прекратить горячку на высшей ее ступени, и пламень недуга в крайней силе его. Так было и с Павлом. Когда он был в самом сильном огне, тогда-то голос Господа, как упавшая с неба роса, совершенно освободил его от недуга, стал же еще дыша убийством и угрозами на учеников Господа. Оставил народ, то есть простых верующих, и напал уже на главных, на апостолов. Как желающий вырубить дерево, оставив ветви, высекает снизу корень, так точно и он пошел на учеников, чтобы истребить корень проповеди. Но корнем проповеди не ученики были, но владыка учеников. Поэтому он и говорит, я есть младавые ветви. А корень тот неодолим. Поэтому чем более ветви отсекали, тем в большем количестве и длиннее они вновь вырастали. Так отречен Стефан и вырос Павел и уверовавший через Павла. Было же, говорит, когда они приближались к Дамаску, внезапно облистал его свет с неба, и он пал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Для чего прежде не голос сошел, но свет осиял его, чтобы он спокойно выслушал голос. Человек, слишком занятый каким-нибудь делом и объятый сильным гневом, если тысячи людей будут звать его, не обращается к ним, потому что он весь предан своему предмету. Так, чтобы не случилось этого и с Павлом, чтобы он, опьяненный неистовством от прежних своих дел, не отвергнул голоса, или даже совсем не услышал его, вследствие того, что все мысли свои обратил на пустошение церкви, Христос светом сперва ослепил глаза его, укротил ярость, усмирил совсем душевную бурю и водворил в сердце его совершенную тишину. И потом уже испустил голос, дабы Савл, после того, как не изложится в нем гордость, уже трезвою мыслью внимал к словам Господа. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Слова не столько упрекающего, сколько защищающегося. Что ты гонишь меня? В чем малом или великом можешь упрекнуть меня? Чем ты обижен от меня? Тем лишь, что я воскресил ваших мертвецов, очистил прокаженных, изгнал демонов, но за это надлежало поклоняться мне, а не гнать меня, и чтобы тебе увериться, что эти слова, что ты гонишь меня, суть боли слова защищающегося, послушай, как и отец его, Иисуса Христа, обращался к иудеям с такими же словами, как он говорит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Так и тот говорит к иудеям, люди мои, что я сделал вам? Или чем оскорбил вас? Михея 6, 3. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Вот ты лежишь на земле, вот ты связан без цепи, точно как господин, славив и связав раба, многократно бегавшего и делавшего много худого, говорит ему связанному, что мне теперь делать с тобой? Вот ты в руках моих. Так и Христос взял Павла, поверг на землю, видя, что он трепещет, испуган и не может ничего делать, говорит Савл, Савл, что ты меня гонишь? К чему будет эта ярость? К чему неистовство? К чему неблаговременная ревность? К чему оковы и нападения? К чему эта свирепость? Вот ты будешь теперь неподвижен и не увидишь Ганимова, ты, который быстро ходил и бегал везде, теперь нуждаешься в вожатом. Действительно, Христос для того и говорит ему теперь, что ты меня гонишь, чтобы он знал, что и в предшедшее время Господь уступал ему добровольно, что ни прежнее попущение не происходило от слабости, ни настоящее поражение от жестокости, но и то от человеколюбия, и это от благопопечительности. Что же, Павел, кто ты, Господи? Из прежнего попущения познал власть, из настоящего ослепления поднял могущество. Теперь уже исповедует владычество Господа. Кто ты, Господи? Видишь, какая признательная душа, видишь, какое благородное сердце, видишь, какая прямая совесть. Не стал упорствовать, не стал спорить, но тотчас признал владыку. Не как иудеи, которые видят, что мертвые воскресают, слепые прозирают, прокаженные очищаются. Не только не прибегли к делавшему это Иисусу Христу, но еще называли его обманщиком. Нет, Павел не так, но тотчас обратился. Что же, Христос? Я есть Иисус, которого ты гонишь. А почему не сказал Я Иисус воскреши? Я Иисус, сидящий одесную Бога, но Я Иисус, которого ты гонишь. Сказал так для того, чтобы поразить его ум, сокрушить его душу. Послушай, как Павел спустя долгое время, после столь многочисленных своих подвигов говорит, что Я меньше из всех апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь. 1 Коринфянам 15, 9. Если же плакал об этом после бесчисленных подвигов и столь долгого времени, то как прилично было бы ему скорбеть в то время, когда он еще не совершил ни одного подвига, а уже сознавал себя виновным в гонении и слышал тот голос. 131. Но здесь восстают на нас противники. А вы не поддайтесь утомлению, хотя наступил вечер, потому что речь у нас о Павле. О Павле, который три года день и ночь поучал учеников. Итак, здесь некоторые восстают и говорят, что же удивительного, что Павел обратился. Бог ведь как будто веревку накинул на шею и его голос тот и так привлек его к себе. Слушайте внимательно. Здесь слово наше направлено и против язычников и против иудеев, которые думают свое неверие, прикрыть клевитою на праведников, а того не знают, что они делают таким образом двойной грех и не отвергают своего заблуждения и усиливаются вносить такие обвинения на святого человека Божия. Но мы при помощи благодати Божия оправдаем его. В чем же состоит обвинение? Бог, говорят, привлек его к себе насильно. Как насильно? Скажи мне. Призвал его с неба. Ты совершенно уверен, что Бог призвал его с неба? Так и тебя он зовет сегодня тем же голосом, но ты не слушаешь? Видишь ли, что дело произошло ненасильно? Если бы тут было принуждение, то и тебе надлежало бы послушаться. Если же ты не слушаешь, то и он очевидно послушался по доброй воле. И чтобы это уверились вы, что призвание Божие конечно много содействовало спасению Павла, как и всех других людей, однако не отняло у него собственных подвигов и заслуг, приобретаемых силой и волей, и не стеснило его свободы, но что он напротив обратился добровольно и по собственному расположению, это объясню другим примером. Иудеи слышали раздавшийся с неба на волнах иордамских голос не сына, но отца, говоривший о Христе, «Все есть сын мой возлюбленный!» И однако же говорят, «Все есть обманщик!» Видишь, какая явная борьба! Видишь, какая открытая война! Видишь, как везде нужна добрая воля и душа прямая и не занятая страстью! Вот и там голос, и здесь голос! Но один Павел повиновался, а другие иудеи упорствовали! Притом на Иордане не только голос, но и дух в виде голубя! Как крестил Иоанн, а крестился Христос, то чтобы иудеи, судя по-человечески, крещающего не почли большим, чем крещаемого, пришел голос и отличил этого от того! И как неизвестно было, о ком голос произносил слова свои, попришел дух святый в виде голубя, привлекая этот голос на главу Христову. Но хотя отец и возвестил о нем и тут и Христе голосом и указал на него духом, а сверх всего Иоанн взывал, я не достоин развязать ремень обуви его. И множество было других свидетельств и словами и делами, однако ж ко всему этому иудеи были слепы, а лучше сказать, все видели, но ничему, ни словам, ни делам не верили, потому что сердце было предзанято безумной любовью к славе человеческой. Об этом-то евангелист и говорит, что многие из евреев уверовали в него, но ради страха иудейского не исповедовали, боялись, что отлучат от синагоги. И сам Христос говорил, как вы можете веровать, когда славу друг от друга принимаете, а славы, которые от единого Бога, не ищете, Иоанна 5, 43. Не так, Павел, нет, услышав только один голос его, Ганимова, тотчас при тех к нему, тотчас покорился и показал себе совершенную перемену. Если вы не утомились продолжительностью слова, то предложу еще более близкий пример. Иудеи слышали и сына, и слышали так же, как слышал Павел, слышали и в такое же время, какое слышал Павел, и несмотря на это не уверовали. Павел услышал голос, когда неистовствовал, когда свирепствовал, когда преследовал учеников, так иудеи. Где и когда? Вышли, они носят фонарями и светильниками для взятия Иисуса, они думали, что нападают на простого человека. И вот, желая показать им свою силу, и что он Бог, а они идут против вражна, Христос говорит им, кого ищите. Стояли перед ним и близко и не видели его, но сам искомый помогает им найти себя, чтобы они знали, что он добровольно идет на страдания, что если бы он не восхотел им попустить, они не овладели бы им. Как же бы они в самом деле овладели им, когда не могли найти его? Что говорю, не могли найти его? Они не могли даже видеть его, тогда как он был перед ними, но и тогда, когда отвечали на вопрос его, не знали, кто был перед ними, так он чрезмерно ослепил глаза их, и не только ослепил, но даже поверг их своим словом на землю, когда он сказал, кого ищите, они все отступили от этих слов. Как Павла голос изложил и поверг на землю, тот не видел гонимого им, так они не видели искомого имя. Как тот ослеп во время своего неистовства, так они ослепли во время самого неистовства. И тот ослеп, когда шел вязать учеников, и они тому же подверглись, когда вышли связать христа. И там узы, и здесь узы, и там гонение, и здесь гонение, и там ослепление, и но не одинаково исправление, потому что больные были весьма различны. Что в самом деле бесчувственнее, что неблагодарнее их? Упали назад, и опять встали, и опять напали. Не бесчувственнее ли камней были они, и чтобы они знали, что Он точно тот, кто сказал им, кого ищете? И поверг их назад. Иисус опять, как они встали, говорит им, кого ищете? Они отвечали Иисуса, и говорит им, я сказал вам, что это Я. Как бы так говорит Он, узнайте, что Я тот же самый, который сказал раньше, кого ищете, и который поверг вас. Но из этого не вышло никакой пользы, нет. Они остались в том же ослеплении. Все это, слечая одно с другим, познай достоверно, что Павел обратился не по принуждению, но от доброй души и по чистой совести. Если вы будете терпеливы и благодушны, я представлю другой ближайший пример, неопровержимо доказывающий, что Павел обратился к Господу не по принуждению. 134. Павел впоследствии пришел в Соломин, что на острове Кипри, и нашел там некоего волшебника, который находился с проконсулом Сергием. Павел, исполнившись Духа Святого, сказал, «О, исполненную всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, доколе будешь совращать прямых путей Господних!» Это говорил бывший гонитель. Прославим же того, кто его обратил. Прежде вы слышали, что он терзал в церковь, ходил в домы, в лача мужчин и женщин, и предавал в темницу. Теперь видите, как смело он защищает проповедь. «Да коли не перестанешь совращать прямых путей Господних, и вот ныне на тебе рука Господня, и будешь слеп не видеть до времени!» То самое врачество, которое ему возвратило духовное зрение, Павел употребил и над волшебником, но этот остался в ослеплении. Чтобы ты знал, что Павла привело к Иисусу Христу не одно призвание, но его собственное расположение. Если бы причиной этого обращения Павла было одно поражение слепотою, то этому же надлежало бы быть и с волшебником. Однако же не было. Нет, он-то ослеп, а проконсул, увидя происшедшее, уверовал. Один принял лекарство, а другой прозрел. Видите, что значит доброе расположение сердцу? Что значит упорство и ожесточение? Волшебник ослеп, но сам он не получил от этого пользы, потому что был упорен, а проконсул познал Христа. Но достаточно уже доказано, что Павел обратился добровольно и по расположению. Теперь хочу, чтобы вы твердо знали вот эту истину, что Бог не делает насилие нехотящим, но влечет только желающих. Поэтому Христос говорит, никто не приходит ко Мне, если не привлечет его Отец Мой. Влекущий влечет желающего, лежащего на земле и простирающего руку. И чтобы вам увериться, что Бог не делает никому насилие, но что если Он и хочет, а мы не хотим, дело спасения нашего распадается. Не потому, чтобы воля Его была немощна, но потому, что Он не хочет никого принудить. Необходимо этот предмет рассмотреть, так как многие часто пользуются этим предлогом к оправданию своей беспечности и увещеваемое к принятию проспещения, то есть таинства крещения, к перемене образа жизни на лучшее и к другим подобным подвигам. Но при всем том, оставаясь в небрежности и нерадении, отвечает так, что если Богу будет угодно, то Он убедит меня, и я переменюсь. Я и не осуждаю их. Напротив, еще весьма одобряю за то, что они прибегают к воле Божией. Только хочу, чтобы они сами делали, что должны со своей стороны. А потом уже и говорили, если Богу будет угодно. Если ты, предавшись сну и лености, не будешь стараться о добрых делах, а станешь только ссылаться на волю Божию, у тебя никогда не будет ничего доброго. Бог, как сказал я, никогда никого не ведет к себе силою и принуждением. Нет, Он всем хочет спастись, но никого не принуждает. Как и Павел говорит, Он хочет всем человеком спастись и прийти в разум истины. 1 Тим. 24 Как же не все спасается, если Он всем хочет спастись? Это от того, что не всех воля следует за Его волей, а Он никого не принуждает. Так Христос говорит и к Иерусалиму. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел Я собрать детей Твоих, и не захотели. Что же? Вот оставляется дом ваш пуст. Лука 13.4 Видишь, что если Бог и хочет, но мы не предаемся воле Его, то остаемся в погибели. Бог, еще раз повторяю, готов спасти человека непринужденно, не против воли, но по доброй воле и расположению самого человека. Люди, хотят или не хотят рабы их, желают над ними быть господами и владычествовать, имея в виду не пользу рабов, но свою собственную выгоду. Но Бог, не имея ни в чем недостатка, и желая показать Тебе, что не нуждается ни в чем нашим, требует нашего служения только для нашей же пользы, и все делает не по своей нужде, к нашему благу, если мы приступим к Нему добровольно, охотно и с признательностью за самое порабощение. Тех же, кои не хотят и уклоняются, Он не принуждает и не неволит, желая этим показать, что не Он должен благодарить нас за служение наше, а мы Его за Его господство. Итак, зная это и размышляя о человеколюбии Господа, будем вести жизнь свою по возможности, соответственно Его благости, чтобы получить нам и Царство Небесное, Которого допостигнем все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцом и Святым Духом слава и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.